Добрый день, дорогие друзья! Город Курорт Адапа. Вчера записывал тут видео в баечке, зеленая травка, солнышко светило. Но опять с этого же места начинаем сегодняшний день вместе с вами. Я нахожусь возле Азона. От моих подписчиков приехала вторая часть посылки. Сейчас мы с вами заберем ее и посмотрим, что там внутри. Хочу поблагодарить всех вас за помощь в сборе средств на бронежилет. Почему он натовский? Потому что Амазасперас добыл вот именно такие бронежилеты. Он тебе купил еще и каску. У меня до натов пришло больше, чем планировалось. И уже хватает на полкаски даже. Попрошу его, чтобы тоже заказал. То есть все средства, которые перечислялись на броню, уйдут именно на броню от души. Благодарю. Ребят, я не ожидал, что буквально за сутки соберется такая колоссальная сумма. И что столько много людей переживают непосредственно за мою защиту. Это очень приятно и очень важно. Клянусь просто до слез. Приятно. Для меня это было просто невероятно. Я просто сказал, ребят, давайте попробуем на трансляции. Сейчас я вам уже завершаю через день о том, что у нас все собрано. Спасибо большое. Также благодарю всех, кто продолжает помогать нашим солдатам. Пойдем за посылкой. Слушайте, сейчас такой иду. Прилетает донат. Марина Васильевна Элл. Сообщение на каску. 300 рублей. Я об этом просто раньше сообщил в нашем телеграм-канале, на который прошу вас подписаться. Даже если у вас нет денег помогать, просто помогайте распространять информацию. Наш телеграм-канал это МореОЗ. Ссылочка видите сейчас на экране. Так, друзья, от Синии Лебедев пришло 3 коробки. Каша гречнева со свининой. Звенигровский мясокомбинат, я так понимаю, ГОСТ. Тушеночка. И каша рисовая со свининой пришла тоже для наших солдат. Вот такие вот посылочки. Ну, вот слушайте сообщение от семьи Лебедевых. Потом, чтобы не сказали, что я что-то там сам себе утащил или придумал там и так далее. Да, Юра, спасибо. Да, очень желательно услышать, чтобы понимать, солдатам понравится или нет. Ну, по крайней мере, я этим продуктом постоянно пользуюсь. То есть мне это очень нравится. И ребятам-дальнобойщикам. То есть они тоже все без ума. То есть это от них все пошло. Вот так вот ребятам-дальнобойщикам огромное спасибо в лице семьи Лебедева, которые вот передали. У меня уже полмашины, 6 коробок сейчас там стоит. Вчера не разгружался. Сегодня мы с вами вместе заедем, передадим на пункт. Там все подотчетно идет. Ну, короче, там все эти бумаги все делают. Это не моя тема. Я этим никогда не любил заниматься. А также вот вы просто сейчас услышите. Юра, перевели тебе 20 тысяч рублей на бронежилет. Береги себя, семья Лебедевых. От души просто спасибо. Еще от Игоря М зашел. Я догадываюсь, что это за Игорь. Наброник, спасибо тебе большое. Жалко, что в жизни бывают такие перипетии, которые между людьми создают огромные пропасти. Но в любом случае я благодарен. Спасибо за поддержку от души. Так, Анапа, улица Крымская, 218. Следующий наш пункт. Озона доставки. Вучина, Анапа, сейчас я куда-нибудь присылайте. У нас подковками полегче. Тут же придется прогуляться с посылками. Посылочка пришла из Санкт-Петербурга от Анастасии. Анастасия, от души огромное спасибо, что... Понаделают бордюров, что ходи, от них спотыкайся за поддержку наших солдатов. Благодарю прямо от души. Попросил фамилию не говорить, потому что уже был от нее донат. Помощь нашим ребятам и я уже заучил. Ну-то выглядит вот так. Старое, кстати, место. Там стверик такой хороший. На трещине Крымской красный зеленых. Так вот, крышты. Вот таких четверо трусов. Вот таких четверо трусов. Это трусов и шерстовые пути. Четверо трусов и четверо перчаток. И еще там в пути какие-то перчатки, да, у нас? Четверо, да. Да, то есть вот вся посылочка получена. И, знаете, у нас сейчас остро стала тема отчетов непосредственно в нашем телеграм-канале. Я об этом публикую комментарии. Лайки там, Константин Н, я тебя забанил, потому что ты пишешь гадости и не можешь понять, за что. То есть мне пишут там персонаж, там оскорбление, там, говорят, раньше было лучше, тут все хуже становится. Ну, дружище, удачи тебе и счастья, ты улетел в бан. Так же, как и вот совесть пытается туда меня дописаться, я ваши комментарии так же опубликовал непосредственно в телеграм-канале. Почитайте, что вас пишут просто. И все, и вы успокоитесь, я думаю. А хотя нет, это вам надо не поменять. С совести на зависть, и все будет тогда хорошо. Надо же в каждом комментарии писать о том, что я летом ел чебуреки. Если вы голодаете, напишите, мы попробуем вам организовать тоже помощь, непосредственное слово. Вы же там были, как говорите. И собираетесь туда-обратно. Обычно, которые люди там были, никогда в жизни все не позволили даже тему как-то затронуть помощи солдатам. Я со многими уже общался, ребятами. А больше, что меня радует, когда, знаете, снимаешь с берега Днепра, либо с передовых там в Запорожье, приезжаешь в Луганск на передовые позиции, а тебе говорят, да кто он такой, кто его туда пустит. И в каждом комментарии. Ну, или вы глазки долбитесь, или просто вот реально зависть. Есть еще одна посылочка непосредственно для меня от солдат, и я в конце видео ее вам покажу. Вот у меня тут целый склад уже организовался. И мы сейчас с вами давайте съездим в Центральный парк 30-летия Победы Анапы, посмотрим, что там происходит, ну и сходим до моря. Потом отправимся уже в пункт в аккумунитарке, отвозить все эти посылочки туда. Хорошо, хоть мне не написали, Юра, подоси перчатки и поноси трусы. А вдруг они плохие? Ну ладно, консервы бы разберемся, попробуем от души. Центр города, друзья, переместились, это наш поющий фонтан. Сейчас он выглядит так, украшенный, красиво. Ночью смотрится все гораздо даже лучше и интересно. Надеюсь, на днях мы с вами какими-то ночью прогуляемся. Давайте теперь пройдемся, посмотрим, как в выходные дни отдыхают анапчане. Молодежь гуляет, кто-то сидит просто на валочках. Конечно, немножко погода отпортилась. Плюс 11, если все кто-то кук. Я просто дубайку одел, и все, в принципе, не холодно, комфортно. Комфортно довольно-таки. А самое главное, что вокруг меня такая атмосфера прекрасная. Тут, оттуда звучит музычка, и город встречает, так сказать, приходящую все-таки к нам зиму, празднование. Я желаю всем праздновать, несмотря на то, что вокруг в мире творится вообще прям трындец. Дарите, особенно своим детям, радости, вот эти вот мгновения счастья. Детство очень быстро проходит, и потом этого всего может уже и не быть. Вечером, конечно, со светом это все гораздо красивее, но, видите, прошлогодние украшения очень красивые. В этом году также смотрится вокруг и остальных чаш фонтангов. И это очень хорошо. Еще раз, вот наши люди на скамеечке. Доброго дня вам! Сидят, пьет кофеечек, и мы идем дальше смотреть по сторонам. Улица Горького, друзья, какая красота. Сколько народ еще то, что повыходило. Влево посмотришь, в право посмотришь, и радуешься вот этим всем моментом, как люди гуляют с животными. Просто прогуливаются с колясочками, там дальше арт-павиню работает. Но мое желание сегодня прийти непосредственно сюда в факт 30-летия Победы, чтобы по-быстрому зацепить наше любимое морюшко. Сегодня ветер, к сожалению, не раздул то, что хотелось, чтобы покататься на кайте. Но вчера я получил уйму впечатлений, массу удовольствия до такой степени, что очень больно идти по лестнице. Ноги болят, мышцы просто давно не были в тонусе. Пропустил с этими поездками, по-моему, 3 или 4 каталочки. Но это не страшно, главное, ребятам помогли. Накататься мы еще успеем. Очень много разнообразных кофейн работает, и это тоже очень хорошо. Кстати, хочу поблагодарить своего тоже друга, Маржа по совместительству, Сергея, который починил нам микрофон, чтобы мы могли с вами лучше разговаривать. Потому что в последних видео вы, на СО, заметили, что со звуком были проблемы. Это было непосредственно там, ну, в электронике, в общем, была проблема. Он ее решил. Спасибо, Серега, тебе прям от души, мог горечь из меня. Винничка я тебе предоставлю. Здесь мы дошли до нашего знаменитого, на всю, наверное, Россию, а может быть и не только Россию, символа города Анапы, белой шляпы. Здесь у нас крутится колесо обозрения российского анапского районного производства. Музыка играет и разнообразные вкусняшки. Вот вам, пожалуйста, выпечка продается, то есть чего тут только нету. Именно надо хорошей погоды и праздничные отношения, чтобы люди пришли там и смогли себе что-нибудь вкусненькое приобрести или красивенькое. То есть такая ярмарка именно, ну, не только выходного дня, вот вентвень можно взять для тех, кто приезжает на отдых и прогуливается непосредственно к нашему морю. Такое хорошее начинание, смотрится оно здесь довольно-таки красиво. Здесь у нас разнообразный фастфуд есть, и с той стороны пойдем посмотрим. Здесь также разнообразные вкусняшки, пончики, кофеечки готовятся. Пахнет так вкусно. Сыры, колбасы разнообразные продаются. Ай, какой аромат, тоже, друзья мои. Смотришь на это все, прям кушать хочется. Вот вам и блинчики любителя, разнообразные тосты. С Новым Годом, Зая. О, слушайте, классная фотозона. Прикольно, все-таки вот розовые бочки, чтобы перекусить прям с ним. Ночи все лимонады. Одна с помощью взрослым. В общем, разнообразные вкусняшки. Вот еще вам, пожалуйста, выбор сыров. Говорят, что ярмарка будет работать до 15 января, если не ошибаюсь. А традиционно все работают так же. То есть с детками ездят прогуляться. Посмотрите, как вообще круто стало. Поубирали заборы, вот здесь убрали строение. И ты выходишь прям к морю в парк. Ну, действительно, тот человек, управляющий парком, который мне говорил, Юра, ты охренеешь по тому, как мы все тут перестроим, как это будет выглядеть. Я действительно охренел. Прям от души благодарю за то, что вот так вот имеем вид парки. Просто ты приходишь и смотришь, что шалманов нету. Каких-то там задавленностей нету. Большие просторы. Есть аттракционы. Все это красиво оформлено. Посажены деревья. И вот такой вот выход один к морю. Второй выход к морю. Еще ждем, когда с той стороны тоже все закончится. Переделки. Я действительно счастлив от того, насколько преображается наш город Анапа. Мой любимый город Анапа. Вчера вот вышел сюжет под телеканалом «Россия-1» о том, что у нас застройщики пытаются в районе пересечения солдатских матерей и Анапского шоссе на улице Христианская постараются построить вопреки новому градостроительному плану, вопреки всем искам администрации Анапы. Несколько многоэтажек, 20 этажей, без парковок, детских садов и так далее и тому подобное. Парковка вроде какая-то там есть, а вот школы и детских садов не предусмотрены. Ссылаясь на то, что им разрешение подписывали давно, и это были другие администрации. Вот знаете, в чем проблема? В том, что у нас нет ответственности. Ты пришел, отработал срок, а потом крыльца ушел, не посадили, и все хорошо. Дальше те, кто подходит, ну, кто ж теперь виноват? Я неоднократно слышал такие вещи от представителей разных структур. Но я считаю, что должны находить виновных, кто выписывал эти разрешения, и сажать. И тогда у застройщиков сказать, вот мы наказали этого человека, извините, вы построить не можете. Давайте как-то решать без убийства инфраструктуры города эти ваши вопросы. В телеграм-канале Мориус опубликовано вчерашним днем это видео. Можете зайти, посмотреть и ознакомиться с тем, что происходит. Хороший сюжет. Благодарю Россия-1 за то, что приехали и рассказали о наболевших проблемах нашего города. Тотальные застройки, которые нас, в принципе, ждет. У нас также появляются зоны КРТ, СУКО, Нижние Гастагайки. Обещают как раз такие, типа, комплексную застройку. Также напротив ЖД-вокзала лучи будут строиться, и там уже началось строительство. Надо сделать очистные сооружения нормальные в Анапе. Не решать эти темы локально, а решить комплексные. Тогда мы только за развитие нашего города, чтобы море наше было чистое, чтобы воды нам хватало, электричество тоже было в избытке. Мы же только за, слушайте. А ветер-то задул, и тут такой ветер поддувает прям на каталочку в Анапской бухте. Не знаю, может и зря сегодня ребята отказались. В общем, а мы идем дальше. Посмотрим, как там море. Наверх сегодня не пойдем, хотя там вроде бы тоже люди гуляют. Так, слушайте, шапочку я все-таки одел. Что-то довольно-таки холодновато стало. И вот с центрального выхода, пока 30-летие Победы, мы сейчас с вами зайдем непосредственно к берегу моря. Ух, какая красота здесь, смотрите, подкармливают чайки. Они все взвились в небо. Смотрится это, конечно, очень красиво. Много детей, много людей. Шикарная картинка. Прям, знаете, как какой-то фильм ужасов, что ли. Знаете, почему-то всегда связывают чайки именно в больших количествах с фильмами страшными. Но выглядит это завораживающе и очень красиво. Центральный пляж города Анапы. Ветер западный. И большое количество людей вместе с чайким гуляющим по берегу. Кстати, красный факт. В счет купания запрещено. Кадры можно ставить на заставку, как подкармливать чай. Главное, чтобы они думали только о еде, где в туалете. Иначе прямо нас накроют. Их тут нереально много. Фантастические виды. Так что, ребятки, приходите. Пообщаться с природой. Приобщить своих детей к природе. Чтобы они тоже могли непосредственно покормить этих птичек. Лебедей жалко нет. Лебедей тоже хотелось увидеть. Вот, классно. И купающихся тут не особо видно. Я тоже такой поднял стаю чаек, который сидел на берегу. Море, кстати, вот сейчас чистое. В Иванапской бухте. Западный ветер приносит теплую воду. Температура воды плюс 13. Это очень сильно радует. Мы с вами идем на лаунди-зону в городе Туроктианапа. Флаги такие явно потрепались. Одна треть еще осталась. До лета довисят, я думаю. А вы как думаете? Не подумайте, что всегда ругают администрации. Смотрите, мы сейчас находимся с вами на пляже. Здесь абсолютная чистота. Видно, что отработала техника. Поубирала весь мусор. Спасибо. Все те, кто причастен к уборке. Потому что это бесценно, когда ты приходишь на пляж зимой, а они чистые. Не все помнят, ребята, с чего начиналась моя деятельность. Говорят, а что ты там сделал, что ты там сделал. Короче, расскажу вкратце. Когда я начинал снимать свои сюжеты, у нас было нормально говорить, а что ты докопался. Говорит, за лето придет, все уберу. То есть у нас на сляжах за зиму скапливались огромные свалки. По ним было неприятно ходить. А я пытался до людей донести. Ребят, говорю, людям будет по кайфу приходить прогуляться по пляжам. Но не хотят сюда идти из-за того, что здесь очень много мусора, которого выносит море в зиму. Плюс этот мусор потом забирает море и несет дальше. А если мы будем убирать, то будет чисто и хорошо. Деньги выделяются круглый год на уборку пляжей. Поэтому давайте это делать. И в итоге вот мы пришли к тому, что сейчас иду и горжусь тем, что пляжи чистые. Так что все, кто правильно меня слышал и поддерживал, огромное вам спасибо. Мои вообще нет заслуги в этом никакой. От души это говорю. Это просто люди сами захотели все-таки жить в чистоте. На лаунж-зоне тоже люди приходят, кормят чаек, кидают им хлебушек. И они у них описывают разнообразные пируеты. Но это сама лаунж-зона. И мы с вами не закончим наш сегодняшний сюжет. Надпись «Море в море». Слушайте, ну актуалочка. Фото-зоны создаются. И как бы это ни было, как говорится, кавтологией, но люди постоянно возле этой надписи фотографируются. Я ее видел уже на тысячах фотографий. И значит это актуально, правильно? Людей, как я и сказал, гулять сейчас по нашим берегам Черноморска много. Можете те самые увидеть. Вон туда до горизонта, сколько вижу, везде есть люди. Здесь лабиринт светящийся перенесли. Главное, чтобы он устоял. И ведутся работы по установке разнообразных конструкций. Вот сейчас мы видим, ставят тот самый красивейший воздушный шар. Качельки, елочки. В ту сторону качельки тоже все включают елочкой. Между качелями даже ставят елочки. Ну супер, праздник будет у тех, кто приедет в этом году на Новый год в нашу любимую Анапу. Я вам прям советую. Есть возможность, сделайте. Пойдете, посмотрим на лобное место, которое здесь все-таки есть. Вон, ребята, смотрите, как стараются, чтобы побыстрее все закончить. И красота здесь случилась. Вот так вот выглядит то самое место, которое под дом 2 подписывали. Но это будет очередная фотозона. И таких фотозон бы хотелось побольше. Потому что люди приезжают, фотографируются. И этими фотографиями делятся со своими знакомыми. И чем больше этих фотографий, тем больше людей увидят и узнают об Анапе. Согласитесь, что в Анапе зимой покайф. Я еще только очень сильно жду эту надпись «Зимой в Анапе». Потому что летуй на то тебе радовало. Сама атмосфера непосредственно на лаунс-зоне. Есть вот такое вот видео красивое. С морем играет. Такая музыка релаксово-расслабляющая немножечко. Так же работает. Это ладно, с той стороны посмотрим. Очень большая просьба ко всем гостям и жителям города, которые приходят сюда, не ломайте наших снеговиков. То есть только их поставили, их уже и песком закидали. Они уже пострадали. Будьте ответственны. Горка, кстати, не для катания, а для красоты. И посмотрите, сколько людей это фотографирует. Потому что действительно очень красивое извояние. И елочкой сами снеговики. Столько было времени и сил потрачено на это все. И выглядит теперь это очень классно, друзья мои. Так что обязательно сохраните. Здесь можете увидеть тоже разнообразная красота, ручную работу именно из-за арта вене города Анапы. Сделано много разнообразных всяких вещей для того, чтобы наши гости города могли себе их прикупить. Покидаем на этой ноте пляж и отправляемся в пункт приема на Красной площади. Передадим все посылки, которые сегодня. Здравствуйте, машите ручкой. Наши подписчицы везде, это приятно. Работают кафешечки разные. Армады здесь хорошие. Правда, нас что-то заложат. Хотя вчера столько море продышался, все прошелся и подложила. Надпись «Центральный пляж уехала пока отдыхать». Еще добавлю, что вот в Анапе не скажешь, что ничего не работает. На каждом углу работают разнообразные заведения, такие как это. То есть покушать будет вам всегда где. Только что забанил еще Анну в чате, у нас в Телеграме. Там пытаются культурно объясняться, там и говорить о том, что вот все там, кто так делает, должны делать вот так. Ребят, я вот, ну, по-честному говорю, делаю так, как я ей делаю, потому что по-другому не хочу и не буду. Вот мне так вот удобно. Я не хочу тратить время на то, чтобы доказывать, что я помогаю людям, вместо того, чтобы помогать людям. Я вот сегодня, ну, реально столько диалогов провел с женами, матерьми, там, с солдатами. Теперь я должен отчитаться о том, что, блин, вот мы делаем что-то доводим. Спросите у жен, мужей, которым приходит помощь через нас. Вообще просто у ребят, которые там доходят, она через нас. Если вы мне не доверяете, есть у нас вот фонд «Время помогает людям». Там абсолютно все прозрачно, и в следующих видео будут указываться только их карты. И переводите туда, и все средства, чтобы с меня снять этот вот весь груз ответственности. Он мне на самом деле сто лет не нужен. Мне и так, в принципе, хорошо по жизни. Я, честно, ловлю удовольствие, когда вижу солдата с глазами полными слез, когда ему от его родных приходит посылочка. Это лучшая, как говорится, оплата моей работы. И я благодарен, что у меня, на правильном мере, была такая возможность, чтобы приезжать и передавать им. И надеюсь, что в дальнейшем еще получится и раз. А доказывать кому-то, что вот да, я помог, да, я помог, вот потратил там вот столько-то пришло, столько-то. Блин, я никогда не был этим счетоводом. И вот реально 5 часов потратив в прошлый раз на это время, мне реально жалко свою жизнь тратить на такие вещи. И тебе вот звонок поступает, ты сбился, опять их, короче, нет. Отчеты, это вот фонды, пожалуйста. И он у нас есть, вот в лице Амазаспа. Обращайтесь к ним и переводите деньги через них. И у них в чатах будут все отчеты непосредственно о трате и поступлении ваших средств. Слушайте, чем ближе вечер, тем больше здесь становится людей, которые гуляют у нас. И я уже добрался обратно до машинки. Все прям классно, короче. Пришел, у меня машинку заблокировали. Алло? А вы мою машину заблокировали. Сейчас, секундочку, иду уже. Угу. Вот реально, я понял, когда человек остается в машине, так вот паркуется, да, и другое дело, когда уходит. И меня не убедись, что там по делам на 5 секунд, вот там рядом есть парковка платная, можно было поставить. Я приехал в свободное место, нашел, припарковался. Никого не заблокировал, никогда этого не делал. Ну и для тех, кто там вообще сомневается, там деньги кому-то передавать, мы находимся на Красной площади. Здесь есть вот такой пункт, также он есть с Гастагаевской на улице Новороссийская 100. Можете непосредственно купить вещи, привезти и передать. Благодарим Красную площадь, администрацию города Анапы за то, что вот предоставили такую возможность здесь его установить. И вот сейчас сюда я разгружу все те, как говорится, моменты, которые мне передали. Сколько у меня песка, ворую песок с моря, 100%. Все, принес на пункт вот эти все, так сказать, коробочки и беру по одной каждой. То есть моя задача, как вы слышали, продегустировать это все и проверить. Здесь у нас как вообще происходит, да? То есть все, что приходит, все ставится на приход. Вот, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Все записывается в приходную книгу, регистрируется дата, допустим, конкретно по группе товаров, по всем товарам записывается все это дело. И это все у нас учитывается как бы в приходе. Это как первичная регистрация товара, любого первичная. Дальнейшая, потом отпускаем, то есть отгружаем на большой основной склад. Отгрузка, отгрузка, отгрузка на ребятам, прямо на линию, на большом складе. Там, где формируется запоза явка, формируется все уже и отгружается по целям конкретно. В дальнейшем вот стоит там компьютер, сейчас уже настраивается на нем 1С. В дальнейшем все это будет вообще компьютеризированное. И все, что будет приходить не в ручном режиме, а в 1С. И сразу можно будет увидеть, чего там есть на складе, чтобы, допустим, список пришел, мы сразу вдруг, они побежали тетрадки сверять. Это тетрадки, то есть бумажки никто не отменял, как говорится, свет отключили, у нас все есть. По поводу финансирования, да, кто-то может вот перейти в наши там телеканалы, есть время помогать людям, называется он, и переводить непосредственно на фонд. Кто-то выбирает, как большее доверие, допустим, переводить средства мне. И тогда я выступаю как бы в прослойке, как бы как кошелек. То есть мне говорят, что Юра, надо вот это купить. Я говорю, да, у меня средства есть. Мне предоставляют чеки. И я делаю перевод уже посредственно этим чеком, оплачиваю тот товар. Чеки выкладываю туда к вам, вы их уже можете. Здесь непосредственно, что вообще постоянно требуется, вне зависимости от списков. И, то есть мы по потребностям закрываем списки и еще, в принципе, везем туда солдатами. Вот, например, от автокомплекса «Авторитет» приехал ГАЗ. Сразу закрыла нашу потребность в полунах «Авторитету». Огромное спасибо. Я вам обещал показать, что мне солдаты прислали. То есть в ответ будет это до свидания, но хотели вот они, чтобы я попробовал тоже все продукты. Просто смотрят многие мои влоги и рассказали о том, что, ну, начальство, что я провожу там дегустации в разных столовых и так далее. Сказали, Юрий, продегустируйте. И вот мне приехала такая посылочка. Смотрите, вот это так. Консервы овощные, гороши консервированные. Это вот говядина тушеная. Видите, не до продажи. Это то, что идет конкретно нашим солдатам. Сок, мультифрукт. Сок. А зачем мне туда одинаковых три сока? Они все мультифруктовые идут. Наверное, чтобы я каждую консерву запоминал. Свинина тушеная. Вот по ГОСТу. Помните, мы такое видео показывали? Вот самое интересное. Это вот суп. Состав картофель, крупа перловая, томатная паста, масло растительное, мука, соль, специи, пищевая ценность. Ну, ладно, это неинтересно. Консервный завод. Масса тут 2900. Единственное, вот не могу понять объем. Стерилизованные, это консервы, хранение. Способ приготовления. Кстати, годность 2 года. К содержимому банки добавить кипяток в полуторном количестве и варить в течение 3-5 минут. Сметану добавить по вкусу. То есть, а вот нигде не нашел я, какой здесь объем. Потому что здесь только масса указана. 2900. То есть, вот если кто-то может определить по видео какой-то объем, напишите обязательно. Солдаты мне сказали, что обязательно надо добавлять сюда тушенку. И тогда будет вообще прям пушка. Просто если здесь, допустим, 3 литра, и сюда добавить в полуторном объеме еще 4,5 литра воды, то есть, получится 8,5 литра супа. Я буду долго есть рассольник. Я прям чувствую. Я вообще думал поехать где-то там у Артурика сделать. Но времени не хватает, честно, этим всем заниматься. Поэтому, скорее всего, приготовлю отдельно дома. Вот столько консерв. А вот еще, смотрите, кстати, акурузу. Крошки я показывал отдельно. И также мне передали вот такой вот военторговский непосредственно сухпай вариант комплекта. Или это Б, или 5 написано. Вот, честно, не знаю. Я знаю, что они бывают разные. Бывают солдатские, бывают офицерские. Здесь 2,1. Такой сухпай выдается на сутки одному солдату. То есть, мы все это с вами протестируем, попробуем. Мне кажется, будет интересно. Напишите мне больше всего, чего хочется. Как вы хотите, какой формат. То есть, по каждой консерве отдельно сделать или объединить суп, кашу. Просто в разные дни это сделать. Там за неделю, образно говоря, соберу и вам большое видео выложу. Для меня это важно. Просто в каком формате посмотреть или отдельно снять про рассольник. Отдельно снять про вот тот суп. По этому 2-3 консервы попробовать там с кашами. То есть, как будет вам интересен этот формат, я жду в комментариях. Я, кстати, очень сильно предвижу комментарии, которые будут заходить по поводу того, что вот там упертому тащил. Еще раз говорю, это пожелание и подписчика, и солдата, которые хотят, чтобы я отдал свой отзыв. От вас только как выбрать. Что еще хотел рассказать, ребят, для тех, у кого находятся на СВО. Их близкие, кто боится передавать телефонную информацию, приходите сюда на пункт. И здесь вы можете увидеть все населенные пункты, новые там республики, которые состоят в России, вошли по Конституции. То есть, они здесь есть, и вы сможете увидеть, то есть, куда, что, как, почему. Мы, допустим, едем на Токмак. То есть, вот Мельтополь, Токмак. Сейчас линия фронта у нас идет. В общем, показывайте населенный пункт, куда девочки записывают все координаты. Можем туда вывести. Сейчас, я так понимаю, что, скорее всего, после Запорожья у нас будет Донецкое направление. Мне сегодня звонил мой друг, мой садик, который сейчас находится на Донецком направлении. Говорят, что к ним всего лишь там один раз казачество заезжало. И вот он услышал, что мы в соседнюю часть приезжали. Попросил даже не помощь какую-то гуманитарную, а просто там привезти от его жены плиту и баллон. Что-то в таком духе. И поэтому мы постараемся тоже выполнить этот заказ. Хотя, возможно, мы еще очень быструю поездку сделаем непосредственно вот сюда, в район Армянска. Тут где-то там ребята стоят, до которых тоже ничего не заходят. В общем, такие моменты, ребятки. И вот это вот мы тоже принесли, забрали. Вот смотрите, ребята, вот от Анастасии. Вот такие вот трусы, шорты пришли. То есть они прям очень классного качества. Вот эти плотные, серенькие. Вот эти такие более тонкие, наверное, летний вариант, чтобы поносить. И вот можно посмотреть еще, как выглядят перчатки, которые пришли. Я их тоже не показал. Слушайте, прям перчатки тоже отличные. Фриз плюс. И тепленькие будут, и непромокаемые для наших солдат. Кстати, вот еще всем тем людям, которые там хотят что-то посчитать, помочь там и так далее, интересующимся, вы можете прийти абсолютно бесплатно, поработать волонтером в нашем пункте. У нас тут видеонаблюдение стоит, так что накосячить вы не сможете, но под контролем, так сказать, посмотреть, что делают наши волонтеры, провести вот эти записи, посчитать там и все. И также на погрузку могу вас пригласить, с подвальчика нашего потаскать вещи непосредственно в машину. Тоже сможете посчитать, сколько было. Как оказалось, кстати, очень важная тема в гуманитарке. И то, чему надо солдатам, кажется, самую большую радость приносит, это сигареты. То есть, если у вас есть лишнее или хотите прям порадовать ребят, то вот, пожалуйста, эта помощь прям очень важна. Ну, собственно, я думаю, что я, в принципе, все расскажу. У меня просто 10 раз уже села тут камера. Я со всеми с вами прощаюсь, ребятки. Всем побольше моря, хорошего настроения. И дай бог вам всем мирного неба над головой. Всем, кто помогает, от души спасибо. Всем, кто хочет прийти лично, там что-то передать и так далее, приходите сюда, на наши пункты помощи. Здесь наши волонтеры вам это помогут. И те, кто хочет нас посчитать, тоже можете прийти, погрузить коробки, поносить, все посчитать. И, в принципе, мы будем рады любой помощи. А еще лучше, вот все, кто критикует, все садитесь на машинке на своей и лично отвозите нашим солдатам. Мы тогда вас будем тоже рассказывать, пиарить. И дай бог всем как можно больше сил, тем, кто ездит туда на передовую и помогает нашим солдатам. Я им искренне от души всем благодарен. Всем до свидания.